Здравствуйте! Это проект «Научная среда» на телеканале Хабаровск, в студии Олеси Куприна. И в ближайшие пару минут я расскажу о том, как реагирует наш мозг, когда на нас оказывается социальное давление. Исследователи из Фрайбургского университета, это в Германии, выяснили, как различается активность мозга при разных типах социального влияния. Они исследовали информационное взаимодействие, при котором человек меняет мнение, получив дополнительную информацию, и нормативное влияние, подвергаясь которому люди стремятся соответствовать мнению общества. Изменение нашего мнения после получения дополнительной информации от другого человека или группы людей представляет собой пример информационного социального воздействия. С другой стороны, мы можем принять решение, исходя не из собственных убеждений, а из желания быть принятыми обществом. Это пример нормативного социального влияния. До сих пор ученые не сравнивали активность мозга в двух таких ситуациях. Теперь исследователи описали, что происходит в нашем мозге при разных типах социального воздействия. В экспериментах использовали компьютерную игру. Испытуемым предлагалось запомнить расположение точки на экране, а затем ответить, где она находилась, и оценить уверенность в собственном ответе. После этого участники могли изменить решение, просмотрев ответ компьютера или другого человека, с которым они познакомились до эксперимента. На самом деле все ответы генерировал компьютер. Активность мозга испытуемых измеряли при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии. Люди чаще меняли решение в тех случаях, когда не были уверены в своем ответе. При этом изменение мнения не зависело от того, кем они считали партнера – компьютером или человеком. Информационное воздействие отражалось в активности дарсальной части передней поясной коры. Эта область головного мозга участвует в выполнении когнитивных функций, таких как ожидание награды, принятие решений, эмпатия, управление импульсивностью и эмоцией. Кроме того, участники чаще отказывались от ответа, когда получали сообщение о том, что их партнер тоже собирается поменять решение. Это происходило только в том случае, когда испытуемые считали партнера человеком и также было связано с активностью дарсальной части передней поясной коры. Нормативное влияние проявлялось и в появлении более сильных функциональных связей одной части мозга с другими его областями, отвечающими за социальное взаимодействие, такими как дарсомедиальная префронтальная кора и височно-теменной узел. Дарсальная часть передней поясной коры отслеживает важность мнения других людей при социальном взаимодействии. Эта область мозга одинаково обрабатывает советы человека и компьютера при информационном влиянии. Однако в вопросах нормативного взаимодействия не придает значения мнению искусственного интеллекта. Взаимное соответствие поведения человека связано со стремлением к социальному признанию. Понимание стоящих за ним нейробиологических механизмов важны для исследований нормативного влияния в отношениях между машинами с искусственным интеллектом. Кстати, об искусственном интеллекте мы скоро поговорим в этой студии с одним из ученых Хабаровска. До скорого!